Гампа Гампа Операция и так полюбилась зрителям, что ее моментально растащили на цитаты. С нее и начнем. Да, Олечка, так и хочется обратиться к зрителям. Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? Нет, все-таки не так. Но, похоже, за костюмами Шурика следили тоже какие-то тунеядцы. Шурик промок до нитки под дождем. Ручьем с него стекает вода. Но для сцены в автобусе его куртку лишь слегка побрызгали водой сверху. Получилось, что она моментально высохла. А про волосы они и вовсе не подумали. Вы подтверждаю? Подтверждаю. А тут забыли нежно отряхнуть рабочие штанишки. Видишь тот белый след? Это привет нам от предыдущих дублей. Удачной, похоже, была только сцена с раздеванием. Жарко, разденься. Эй, да это же одна из самых эротических сцен в советском кино. Тут я с тобой не буду спорить. Да, все было в Советском Союзе по-другому. Это сейчас добровольцы привозят вкусный суп тем, кого забрали во время митинга на 15 суток. А тогда отменная еда приезжала от государства и даже росла на глазах. Приглядись к батону в руках Феде. Приятного аппетита. А какой текстиль делали на советских фабриках? Дырки на штанах затягивались сами. И недаром все континенты рукоплещут дружинникам нашего большого балета. Пойдем дальше. А дальше у нас подмена часов. Кожный ремешок превращается... превращается... в металлический. Или это Шурик скоммуниздил? Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Зато на таблетки для Бобика он не поскупился. Вставил в колбаску четыре, а потом решил прибавить пять колес. Вернее будет. Сколько? Пять? Поздравляю. Ладно, всему можно найти объяснение. Кроме подмены бутылок в этом ящике, только одна причина приходит в голову. Болван. Согласен. Завершаем операцию и... Кухней. Киношной кухней. Тележка так бы и остановилась, если бы не вот та шина у ворот. От нее она отскочила прямо к Шурику. Впрочем, зрителям это знать не обязательно. Вот только в следующем кадре она вообще исчезает. Еще вопросы есть? Да, вопросы есть, но уже ко второму фильму. Во времена Шурика хоть и не знали слово сиквел, но понимали, что популярного героя нужно показывать как минимум дважды. Желательно с девушкой и на фоне гор. Да, Олечка, а еще в Кавказской пленнице активно работает пропаганда вреда пьянства. Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Впрочем, мы-то знаем, что никакой белой горячки у Шурика не было. Зато крикнуть «РЫБА!» в этой доминошной партии можно только с пьяно. Есть у нас мастера спорта по домино. Разве же это рыба? Вот, ясь, это рыба. А это что-то другое. Спирт? Спирт. Рыбы, белочки, я что-то совсем запуталась. Все в порядке, Олечка. Рыбы нет. А вот ботинки на шуике есть. Подожди, отмотаем назад. Он же только что их бросил. Опять небывалые достижения советской промышленности. Оль, грандиозно! А это суперсекретная разработка советских киднепперов. Глазок. С одной стороны стены он есть, с другой нет. Полная иллюзия нетронутой стенки. Олечка, все киношные шпионы просто помирают от зависти. Вот это другое дело. А похищенной Нине плевать на глазок. Девица просто зверски голодна. За пару минут, что троица пела песню, она опустошила все тарелки. А еще спортсменка, комсомолка, а как же диета и все такое. Ну, хорошо. Я объявляю голодовку. Можно и без голодовки. К чему эти крайности? Вот Шурик правильно питается. Овощами. О, а это что тут у нас торчит? Веревочка? И тот ли это огурец, что кинули из машины? Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве. Все мы знаем о пользе бани перед Новым годом. Можно и в Питер на халяву съездить, и новую любовь заодно найти. Переходим к главному, новогоднему хиту всех времен и народов. Ты наверняка же смотришь иронию судьбы каждый Новый год. Тогда ты не могла не заметить этот ляп. В слове «исключительно что-то не так», да, Олечка? Этот ляп, между прочим, вошел в историю советского кино. Правильно? Правда-правда. Но по сравнению с опечаткой, два раза взять одну и ту же бутылку шампанского – это расплюнуть. Особенно для супермамы. Я мировая мама. Я сейчас все приготовлю и иду к приятельнице. У жениха Нади – Ипполита. Между прочим, было немало поводов для ревности. Это даже кроме Жени. Кто это там на заднем плане проходит в синем свитере? Повезло ему, что Ипполит не заметил. Кошмар какой. Наваждение просто. Ипполит, сам дьявол воплоте. Уж больно он в гневе страшный. И стекло его машины как-то внезапно очистилось от снега. Даже моему ангельскому терпению приходит конец. Моему тоже. Может быть, я в этом мёд? Впрочем, на месте демонического Яковлева мог быть другой актёр. Вот смотри. Из окна падает фото Яковлева. А чьё фото подбирает Надя в сугробе? Никого не напоминает? Это, между прочим, Олег Басилашвили. Он ступил и отказался от этой роли. Остался только на вот этой фотографии. Эпизод, как ты поняла, отсняли до его недальновидного отказа. Ой, всё-таки жизнь... Удивительная штука. Полна нежизненности. А вот почему подменили таксиста, остаётся только гадать. Садилась, значит, Надя в машину к одному водителю, а довёз её совсем другой. Загадочная история, достойная отдельного фильма. Я в следующий Новый год обязательно пойду в Байну. На сегодня всё. Аляп из фильма «Операция И» я уверена, вы найдёте без труда. Ведь все вы смотрели этот фильм и не один раз. «Операция И» я уверена, вы найдёте без труда. Ответы, как обычно, ждём в комментах. Самых наблюдательных назовём в следующий раз. Теперь точно всё. С вами была Оля. Будьте внимательны. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова